добрый день сегодня хочу сделать небольшую экскурсию или обзор по моей мастерской возможно для кого-то это будет информация полезна покажу в каком состоянии находится формы над которыми работаю формы делаю на заказ делаю все коробчатого типа под станок обязательно мастерской появилась такого рода шторка чтобы снимать видео и видео более так скажем более смотрибельны это наша силиконовая форма здесь будущее это жесткий кожух жесткий кожух делаю изопоксидной смолы чтобы не было запахом это носово такой интересный разъем цело сейчас как раз вот эта форма на заказ человек заказал сейчас работу на ней дальше это нас кролик тоже жесткий кожух в каком состоянии нас бачок сейчас тоже на этапе создания тыльной стороны жесткого кожуха дальше что это черепаха работе здесь в работе у нас и стачок дед мороз просили по дед морозу таком состоянии находится вот таком сейчас состоянии находится на этапе создания пластилиного бортика следующего нас еще одна сова тыльная сторона силиконовой части медведь тоже тыльная сторона силиконовой части материалы силиконы табурет табурет появился в мастерской до этого вообще ничего не было шторка шторки значит сделал дополнительно на некоторое освещение потому что уж сильно бьет по глазам что последнее время вставать от этого яркого света еще готовый код по мастерской значит мастерская небольшая размеры мастерской 3 на 4 метра мастерская высота потолков высота потолков два метра виду хоть нет меня тут будет или не видно так наверно будет видно высота потолков два метра отапливаем мастерскую при помощи водяного электрического отопления стены бетонные верстак стены высота верстака 920 миллиметров около метра мастерской светло светло даже чересчур на что еще хотел бы сказать некоторые задавали вопрос в комментариях по поводу можно ли работать дома дома работать я крайне бы не рекомендовал на этапе изготовления силиконовой формы это еще как-то можно пережить сделать силиконовой формы но вы должны быть предельно аккуратно потому что такие материал как смола эпоксидная или полиэфирная то есть она уже сама по себе очень грязно если она прилипнет на одежду или на поверхность на контур на ламинат на кафельную плитку это будет очень большие проблемы чтобы ее потом оттуда удалить процесс очистки ваши квартиры будет проблематично на этапе отливки вообще бы крайне не рекомендовал потому что сам по себе материал гипс он очень очень грязный представляете вы дома на кухне лепите пельмени там или пример пирожки работаете с мукой только этой муки у вас не килограмм а 40 килограмм и вы делаете не 10 пирожков не 20 там а хотя бы 50 ну то есть чтобы ваших отливок было 50 и объем этих пирожков точнее маленький ну средний там миллиметров 200 отливка размер отливки поэтому процесс очень грязный я бы не рекомендовал конечно дело-то вашей но материал грязный работать дома вот это особенно тех касается кто не пробовал и часто задают вопрос а можно дома дома не надо честно найдите себе организуйте место пускай это будет гараж пускай будет еще какое-то подсобное помещение но рабочие где бы не жалко там пролить на пол гипс капнуть смолой или силиконом это то что касается самоизготовления силиконовых форм и отлички из гипса по поводу станка произошла такая ситуация что продал чертежи человеку и в результате человек не смог их собрать по чертежам станок человек проживает сам в армении там связи с рядом обстоятельств таких допустим как нет возможности приобрести комплектующие на территории российской федерации у них там просто этого нету и перевести он тоже не смог нет возможности работать нормальным гипсом форма у человека не такие то есть вниз были подручную отливку и в итоге пришлось человеку вернуть деньги сказал гряди моя не могу работать этим станком мне не идет я полном объеме он вернул человеку деньги потому что он не получил желаемого результат так вот какой вывод есть это из этой ситуации взлёг чтобы такого дальнейшем не получалось наверное не буду продавать чертежи буду предлагать уже готовое решение готовый станок настроенный обкатанный который человек получит ему необходимо будет только вот путь в розетку чтобы начать отливать и получать готовую продукцию очень сильно задумаюсь по поводу продажи чертежей скорее всего я и продавать не буду я прошу прощения за может быть не столь информативное видео которое получилось в итоге но из-за отсутствия также регулярности видео которые я выкладываю на канале сейчас очень большой работу объем работ по формам и в том числе работает по мастерской то есть маленькой контент поменяем готовлю материал для так скажем больше интеллектуальный то есть никак лайфхаки как что-то сделать или а именно бывает такая проблема даже специалистов кто давно работает в этой области что они определились с моделью возможно даже заказали у скульптора заплатили за это денег создали силиконовую форму потратили на создание силиконовой формы время и деньги а копилка не продается вроде она классно вроде всем нравится но никто не покупает было ли у вас такое я думаю да чтоб таких вещей не происходило я подготовил материал сейчас хочу его преобразовать видео и уже предложить людям как правильно выбрать модель будущую модель для гипсовой копилки чтобы она была успешна чтобы она продавалась чтобы она была нужна сейчас работаю над этим как закончу обязательно поделюсь этой информацией с вами это требует большого времени усилий средств и то есть маленько времени не хватает и на обустройство мастерской и изготовление силиконовых форм работа над заказами в общем затянул видео прошу прощения за нерегулярность их появления на канале как будут какие-то новости как только закончу работу над форм обязательно покажу не расскажу как выглядит готовые отливки как выглядит готовую форму спасибо за внимание шла и удачи